Итак, наша сегодняшняя задача с вами познакомиться с работой с базами данных в контексте фреймворка Laravel. Что нам для этого потребуется? Для этого вот я уже запустил XAMPP, в нем запустил MySQL. Далее мы перейдем в командную строку, подключимся к базе, да, бывает, так у нас с паролем или без не помните? Без. Без? Хорошо. Да, действительно без. Посмотрим какие у нас есть базы. Ля-ля-ля. Ну, в общем, куча баз есть. Базы с Laravel, словом, точно нету, да. И я прямо в консоли сделаю Create Database. Как-то мы ее назовем. Я назову ее LVDB, Laravel Database. И дальше укажу DefaultPlate. GTF8. General. Кириллик. Все, база данных создана. На том, что мы создали базу данных, мы с вами закроем нашу консоль и возвращаться. Хотя нет, я не буду ее закрывать. Я не буду возвращаться, чисто чтобы посмотреть. Здесь я сразу сделаю Use LVDB. И она у нас уже здесь есть. Хотя, стойте. Зачем мне обращаться к консоли? У меня же есть база данных прямо в сторону. Можно закрывать. Давайте для этого настроим здесь подключение. DataSource, DataSource, MySQL. Неважно, можно для MariaDB выбрать. Так, DB у нас LVDB. User у нас ROOT OK. И что мы имеем? Имеем подключение к базе данных, которая у нас абсолютно пустая. Это хорошо. Первое, с чего я хочу начать знакомство с базой данных в Laravel, это миграция. Ну, перед этим, естественно, нужно настроить базу. Для начала сделаем небольшую конфигурацию. Заходим в config и находим здесь файл database. Видим все, да? Откроем его. Откроем его, разверну на весь экран, так будет видно лучше. Если вы обратите внимание, то у нас настройки тянутся функцией ENV по именам. То есть, как бы, файл настройки базы данных. Но, 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 все настройки сюда затаскиваются извне. Вопрос, откуда затаскивает вот эта вот функция ENV. Логичный вопрос, правда? Ну, так вот, где же хранятся вот эти данные, которые мы затягиваем сюда? Для этого в Laravel есть файлик, который называется .env и хранит он, собственно говоря, все необходимые константы. В частности, мы видим вот у нас настройки подключения к базе данных. Это есть очень удобно. Если вы хотите создать свои настройки, просто придумываете им имя и вытаскиваете их функцией ENV. А писать их можно будет в этом файлике. Понятно? Хорошо. DB connection. Мы используем MySQL. Согласны? 127.001 в нашем случае остается и 3306, потому что мы используем localhost. Database. Как наша база будет называться? LVDB. Так. Username у нас root, пароль у нас, ну, не секрет, он у нас пустой у нас пароль, ничего более. Этого достаточно. Мы настроили базу. На самом деле, то есть, если вы почитаете файлик database, давайте к нему вернемся, вот эти настройки я завтра. Так, config, где он делался? Повыше. Database. То мы можем обратить внимание, что здесь есть целая куча разных вариантов настроек. Так? То есть, и для Postgres, и для SQL сервера. Microsoft SQL сервер, естественно, подразумевается. Подразумевается. И можно использовать любую без проблем, ну, и даже SQLite. Ну, SQLite такая база. База в файле. Я не помню, рассказывал, показывал. Да, нет. Нет. Ну, я думаю, если будет надо, разберетесь. Ничего там тяжелого нет. Чисто файлики с базами хранятся. И, соответственно, вот видите, массив называется connections, да? И вот здесь вот дефолт выбран какой-то connection. По дефолту это MySQL. Естественно, он меняется в конфигурации. То есть, если конфигурация не задана, тогда возьмется MySQL. Иначе возьмется и с конфигурацией. То есть, если вдруг мы вот эту строчку dbConnection отсюда удалим, то он будет брать второе значение из Yen. Но это дефолтная конфигурация. Это не означает, что в вашем проекте может быть только одна база и только одно подключение. Это просто то подключение, которое будет использоваться, если вы не укажете его имя. На самом деле, вот сюда, вот в этот вот массив connections, вы можете добавить сколько угодно подключений и обозвать их как вы хотите. Понятно? Это просто стандартные, которые есть. Если вам не нужны, вы можете даже их удалить. Но, в принципе, они погоды нам не делают. Вы можете создать там даже MySQL 2 или назвать его там вторая база connection или как вам угодно. Просто при работе с этой базой, в дальнейшем, покажу где, вы будете указывать имя подключения. И он будет использовать не это подключение, а то, которое вы укажете. Понятно? Ну, все-таки перейдем к той вещи, про которую я хотел с вами сейчас поговорить. Это миграции. Что такое миграции? Когда вы слышите это слово, с чем оно у вас ассоциируется? Перемещение что-то куда-то. Ну, на самом деле это близко, но не совсем хорошая, скажем так, аналогия. Здесь есть папочка database, здесь migrations. Миграции, на самом деле, это что-то типа контроля версий, но для баз данных. Например, вы создаете проект, в нем создаете набор каких-то таблиц. Проект растет. Таблицы меняются. И вы храните только изменения. То есть, что нужно поменять, чтобы перейти от прошлой версии к новой. И как откатить обратно. Вот здесь есть уже пример двух миграций созданных. Видите, вот createUserTables, например. И видим, здесь есть два метода. Это метод up и метод down. Метод up нам делает схема create, то есть создает, мы сейчас об этом поговорим, создает таблицу. Таблицу users и описывает, как ее создать. Метод down, то есть откат. Откат у нас, если это было создание, то здесь будет удаление. Если же вы меняли таблицу, то есть вы добавляли в нее поля и так далее, то здесь вы должны сделать противоположное действие, удалить эти поля. Концепция понятная? Хорошо. Как вы уже заметили, то есть у нас уже есть миграция, созданная для создания таблицы пользователей. И мы ей в перспективе воспользуемся, но не сейчас. Ну и для вторая миграция. Для хранения таблицы паролей. Немножко неправильно договорился, извините. Ну так вот, как создать миграцию? Мы, конечно, можем руками создать файлик, но так не делается. Это Laravel. В Laravel есть замечательная утилита, которая называется Artisan. Вы ее уже знаете, да? Ну так вот, утилита Artisan позволяет нам создавать различные миграции. В том числе. Как создаем миграцию? Мы пишем HP Artisan. Когда мы что-то создаем, мы пишем make, двоеточие, что мы создаем? Угадали. Абсолютно верно. Migration. То есть миграцию. Далее мы указываем, как наша миграция будет называться. Например, в нашем случае мы создадим какую-то таблицу, не знаю, Films, да? Добавьте таблицу Films. Create Films. Подходит название. Потом, если вы хотите, вы можете добавить туда какие-то действия. Например, минус-минус create, что значит, что мы будем делать create, то есть создавать таблицу. И раз мы будем создавать, мы должны сказать, что мы будем создавать. Мы будем создавать таблицу Films. Подходит? Нажимаем Enter. И ждем. Как видим, у нас создана наша миграция. Create Films. Она у нас появится вот в этой папочке. Вот она у нас. И здесь нам сразу же сгенерировался какой-то простенький код. Создать, удалить таблицу. Задается, как видите, BigIncrements. То есть ID-шное поле. Increments это поле с автоинкрементом, являющимся первичным ключом. Очень удобно. BigIncrements будет использовать Begin. Ну, для удобства, собственно говоря. В последних версиях Laravel стали использовать именно BigIncrements. В более старых использовался просто Increments. Для описания полей. Я имею ввиду автогенерацию. Мы сейчас, естественно, можем тоже поставить Increments. Это будет Int. Дальше мы будем создавать поля. Как мы это делаем? Мы просто пишем Table и указываем, какой тип данных у нашей колонки будет. То есть я хочу создать колонку для хранения имени. Это у меня String. И она будет называться Name. Потом я хочу сказать, что это будет Unique. Сложно? Я думаю, нет. Если интересно подробнее, то вы заходите в документацию. Заходим в Laravel.com. Enter. Заходим в Documentation. И здесь у нас где-то есть Database Migrations. Вот. И здесь можно почитать подробно про все вот эти вот команды. Ну, по-моему, если мне память не изменяет. А, нет, изменяет. Все-таки оно все в Migration переехало сейчас. Вот, кстати, примеры. Вот разница в чем? Create вы используете, когда вы создаете таблицу. А это, если вы хотите ее менять. То есть, например, видите, добавить поля в таблицу Users. Перевести дословно эту миграцию. То есть это изменение будущей таблицы. Вы будете ее менять. Вы делаете, соответственно, вот такое вот действие. К вам генерируется миграция. Вот как здесь указано, да, пример миграции. Методы UpDown. Ну, и здесь, собственно говоря, весь синтаксис и все команды, которые можно использовать, перечислены. Мы часть из этого разберем. Остальное вам остается, естественно, на домашний разбор. То есть вы должны с этим всем познакомиться, попробовать, проанализировать. Вот, просто если я буду показывать все, времени уйдет немеряно. Знаете, куда заходить. Все. На этом мы здесь остановимся. Кстати, у нас Федоров пришел. Итак. Итак, и так. Что мы делаем с вами дальше? Дальше мы с вами запустим эту миграцию. То есть, как вообще запускаются миграции. Это, наверное, интересный вопрос. То есть, чтобы все эти таблицы действительно создались. На самом деле, очень просто. PHP. Artisan. Migrate. И пошло миграции. А у нас ошибка. Ошибка у нас говорит, что 1071. У нас код ошибки. Максимальная длина. 767 байт. Для наших строк. Дело в том, что Laravel последней версии заточен под последней версии MySQL. MySQL, а так сложилось, что у нас MySQL старый. Поэтому я сейчас выполню такую команду. php.artisan. Migrate. И добавлю такой вот флажочек. Минус-минус. Reset. Нет, не так. Двоеточие. Это set. Вот так, по-моему. Да. Nosing to rollback. У нас вообще ничего не выполнилось. На самом деле, выполнилось. И это плохо. Но мы это вылечим потом. На самом деле, что произошло. Какая кака у нас получилась. Давайте обновим вот эту вот схему. Посмотрим. У нас создались две таблички. Users и таблица Migrations. Она, собственно говоря, хранит историю миграции. Но данные не занеслись, потому что при миграции пошла ошибка. Я сделаю следующее. Я здесь просто возьму и дропну эти таблицы. То есть, лечение такое самое простое. Банальное. Есть решения более красивые. Но тем не менее. Так. Наша задача сейчас в чем? Нам нужно поменять дефолтную длину строки. На память не помню, как это делается. Это распространенная ошибка. Ее решение тысячу раз встречается в Google. Я делаю лара-вэлл. Маскл. 760. Сколько там символов? 767 байт. И заходим по первой ссылке. Листаем, листаем. И видим, вот, собственно говоря, что нам надо сделать. Вот такую вот тячу. Где это надо сделать? Абсолютная проблема. То есть, я иду в... Вот промазал. В appp. Provider. AppServiceProvider. И вот тут в методе boot. Добавляю. Вот такую вот директиву. После этого все будет работать нормально. Это установка максимальной. Вернее, не максимальной, а дефолтной. То есть, та длина строки, которая будет использоваться по умолчанию. Подсвечивает. Поэтому я нажимаю Alt-Enter. Импорт класс. И у меня класс заимпортился. О, вон сверху добавился схема. Видите? Вот такая вот простенькая процедура, которая поможет вам в дальнейшем. Рекомендую при начале каждого проекта. Вот это вот, сядь, суть, делать. Понятно? Ну, если у вас старый MySQL. Если у вас новый MySQL, вы это можете не делать. Можете потом даже закомментировать. Но лучше, чтобы она у вас была, на крайний случай. Так. Соответственно, теперь мы с вами идем обратно на нашу миграцию. Даже ничего тут делать не надо. Мы уже все написали. Нам осталось только запустить ее. Вот так. Я листаю вверх. Делаю Migrate. Запускается. Все миграции у нас прошли. Видим. Migrating. Migrated. Migrating. Migrated. То есть начало миграции. Миграция завершена успешно. Обновляем список таблиц. И видим, вот у нас все таблицы. Если вдруг я хочу откатиться. Ну, допустим, на одно действие хочу откатиться. Для этого я делаю Migrate.Rollback. Откатить последнюю миграцию. После этого что произойдет? Естественно, все вернется в исходное состояние. Обращаем внимание. Migrate.Rollback может принимать дополнительный флаг. Step равняется и, допустим, на два шага. Это означает, я хочу отменить две последних шага миграции. Понятно? Два последних запуска. Очень удобно. То есть некий такой вот гид для баз данных. Да? Ну, нам этого сейчас делать не нужно. Я делаю Migrate. К слову, если нужно откатить полностью, Migrate.Reset. Помните, я показывал. А если вы хотите перемигрировать, то есть откатить и снова все накатить миграции. Ну, на крайний случай, вдруг мало ли что. Это Refresh. Migrate.Refresh. Я делаю просто Migrate. У меня все эти таблицы создаются. И мы можем быть счастливы. Есть ли у вас какие-то вопросы по этому поводу? Если мы хотим полонку новую добавить, то есть. Абсолютно верный вопрос. Вот мы с вами добавляли миграцию от Create Films. Вот я решил, что фильму не хватает. Чего ему не хватает? Автора. Жанра. Ну, режиссера, я думаю. Режиссер. Я делаю здесь вместо Create. Table. Enter. Ой-ё. Я сделал так. Ну, ладно. Ничего. Будет тоже Create Films. Она все равно с датой именуется. И у меня получается вот такая вот интересная штука. Так. Теперь мы здесь будем добавлять колоночку. Так, простите. Так. Ну, так вот. Здесь просто делаем Table. Тоже String. Не автор, а... Ну, пусть как бы Таушер. Автор фильма. Режиссер. Соответственно, здесь мы должны удалять эту колонку. Правильно? Здесь мы делаем Table. DropColumn. Outdoor. Чтобы сделать миграцию, мы опять же выполняем команду Migrate. Приведущие выполняться снова не будут. Они уже выполнились. Обновим здесь список. Откроем таблицу Films. И, как видим, у нее появилась колонка Outdoor. Хотим откатить последнюю миграцию, опять же. Так, где у нас тут терминал? Rollback. То, что я как раз сказал, сделал неправильно, да? Вот вызвало проблему. Вызвало проблему. Это плохо, конечно. Я очень надеюсь, что оно это проигнорировало. На крайний случай... Можно Artisan Migrate. Refresh. Главное правильно написать. Плохо. Очень плохо. Что мы можем сделать здесь? Мы можем нашу миграцию Create Films 2 подавать. Придется грохать все, что здесь есть. Так, тут ошибок желательно не делать, как вы догадались. Я не обновил перед тем, как все это сделать. Оно говорит, что таблица уже есть. У него происходит ошибка. Какая прелесть. Какая прелесть. Может, я его там и тейбл выжил. Тейбл. Вы же видели, когда я ее выполнил, все пошло нормально изначально. Знаете просто, что происходит на самом деле? Последовательность у миграции пошла неправильная теперь. У нас сначала выполняется миграция вот эта тейбл. А тейбл, если таблицы не было, ее создаст. А потом уже выполняется это. У нас нарушена история миграции, и из-за этого куча вытекающих последствий. А самое прикольное, что просто удалить миграцию, это тоже головная боль. Ну, я вас не обманываю, это факт. Я хотел только сказать, а если все грохнут и довисится? Я ее удалил вроде как, да? Базу данных чистим. Все запросы выполнились. Обновляю базу. База пустая. Если сейчас очень повезет, то все выполнится. Если не повезет, будут сейчас пляски с бубном. Повезло. Очень повезло. Очень часто бывают казусы с этим. Хотя, может, пофиксили в новых версиях. Не могу я сказать с уверенностью. Оставим в таком виде, я думаю. Концепцию, в принципе, я думаю, понятно. То есть, если делаем тейбл, последовательно добавляем миграции, как положено, то будет все проходить в нужном порядке, как это должно быть. Так, это у нас есть. Мы сделали миграцию, создали таблицы, все замечательно. Можно работать с базой. Ну, возникает же вопрос, как работать с базой, наверное. Так? Как работать с базой. И работать с базой в Laravel можно очень и очень по-разному. Сейчас мы рассмотрим самый простой вариант. Что мы сделаем? Мы сделаем страницу, где можно добавлять фильм. Ну, и видеть список фильмов. И будем делать это по-разному. Несколько способов. У нас будет для этого отдельный контроллер. Так, давайте глянем, что у нас здесь есть в контроллерах. У нас есть main-контроллер. Я именно прямо в нем сделаю. Наделаем здесь пару методов. Сейчас, извините. Одну секунду. Ну, так вот. Я здесь сделаю метод, который будет у нас выводить все фильмы. То есть сама страница фильмов. PublicFunction. Action. Films. Так. Что у нас здесь будет? Мы должны достать все фильмы. Самый простой и, будем говорить так, топорный способ работы с базой данных является следующий. Вы пишите. DB. Два двоеточия. И выполняем какую-то заданную команду. Например, select. То есть это значит, что мы сейчас будем делать выборку. DB нужно подключить. Select означает, что мы делаем запрос выборки. Здесь просто запрос в стиле select звездочка from films. Ну, самый простой такой запрос, который, в принципе, можно сделать. Ну, и, соответственно, здесь я сделаю films равно. Я буду потихоньку писать, потом буду комментировать запросы. Обращаю внимание, здесь могут быть какие-либо параметры. Тогда они передаются вторым параметром в качестве массива. Именованные поддерживаются, поддерживаются нумерованные. То есть можно знаки вопроса, а можно двоеточие. Понятно? Select, как вы догадались, делает выборку всех записей. Что интересно, что результат выборки это не просто массивы, это коллекция. То есть класс, который выполняет роль хранилища. У Laravel коллекции свои. Обращаю на это тоже внимание. Так, ну и давайте, что мы пока сделаем. Мы сделаем здесь dump.dye и выведем films. Естественно, у нас здесь пока пусто, но, чтобы такого не было, мы идем в таблицу films и сделаем вставочку. Имя будет у нас Вася. Пойдет. Ну и запись в db. Created add. Так не получится, придется сделать выборку руками. Что за занятные поля такие? Ну время, дата. Создано, модифицировано. Оно по умолчанию добавляется Laravel во все таблицы. Кстати, вот этот момент, когда будем дальше разбирать ORM, там есть подвох с ними. Ну, покажу. Это все впереди. Я думаю, сейчас они, в принципе, нам не надо. Пускай будут null. У нас это сейчас более чем устроит. Это хорошо. Вот у нас есть Вася. Теперь мы заходим на наш сайт. А для этого мне надо было сделать серв. Я сделаю новое окно терминала. И здесь сделаю php. Artisan. Серв. Пускай серв крутится в отдельном, потому что он занимает весь терминал. У нас not found. Я чего не сделал? Я не сделал маршрутизацию, конечно же. Но это мы тоже благополучно поправим. Так, где? Я слепой. Вы видите? Выше тестов заверните. О, вот он. А то я смотрю, смотрю и не вижу. Так. Я сделаю ее корневой страницей. То есть, прямо вот по слэшу она у нас будет грузиться. Имя у нее будет какое? Films. Я думаю, нормально. И здесь контроллер main action. Ну, как видим, вот у нас нулевая запись. У нее видим четыре поля. Обратите внимание, это объект. Да? Не просто массив. У него идишник. Name. Ну, и эти два нулой. Created, updated. Тут есть вопросы? Вопросов нет. Хорошо. То есть, мы выборку и сделали. Очень простой метод. Очень элементарный. Сразу же я хочу настроить маршрутизацию. Добавление постов. У нас будет делаться методом post. Это будет тоже слэш. Пускай будет, да? Название addFilms. AddFilm. Я думаю, это правильно. И action addFilm. Удаление у нас будет методом. Каким методом? Delete. Давайте delete. Я не против. Delete. и это будет слэш с параметром. С параметром ID нашего фильма. Маршрут будет называться Delphilm. Здесь, соответственно, Delphilm. То есть, мы сразу заготовили маршруты и их обработчики. Идем в maincontroller. Сразу насоздаем в работчике, чтобы потом не забыть, какой как у нас называется. Action addFilm. Action Delphilm. Так. Только S. Delphilm должен принимать у нас ID. А добавлять мы будем именно с формы post. Дальше мы это сделаем. Я скажу сразу, принимать он будет request. Request. Так. Я в прошлый раз это показывал. В этот раз будем уже использовать. Соответственно, здесь я вот эти действия пока убираю. Здесь будут свои действия. Далее мы их реализуем. Ну, а наша задача для начала вывести фильмы, чтобы можно было увидеть их в список. Для этого нам потребуется вьюшка. И вьюшку мы сейчас создадим. Так, вьюшки. Здесь new.php файлик. Я его назову films. Blade. Ну, точка php добавится в саму. Л-капирилл. Вижу, вижу, вижу. Blade.php. Так. Какая у нас будет здесь разметочка? У нас будет одним файликом. Ну, здесь не нужно, я думаю, ничего такого страшного делать, потому что эта задача не сегодняшняя. Это было прошлое занятие. Шаблонизация. Здесь мы сделаем так, for else films as film так, empty and for else когда мы перебираем фильмы мы будем здесь выводить лишечки, да? А в лишечках у нас будет fill name и будет ашечка с крестиком, да? Здесь пропельчик добавим которая будет нет, ашечка не пойдет ашечка не пойдет надо формочку целую делать мы метод delete решили делать, правильно? поэтому здесь будет формочка у нас внутри лишечки я лишечку перенесу action сюда мы подставляем road road у нас как называется delfilm так вот тут интересный момент метод хотелось бы указать пост правильно? но 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 возникает проблема поэтому в прошлый раз я вам говорил что мы можем указать метод и указать здесь put в нашем случае delete здесь в качестве параметра этого action что мы укажем? id то есть мы здесь укажем что у нас id будет иметь значение какое? правильно film id вот таким вот образом а здесь мы только сделаем input type submit так что-то оно много места уже занимает надо переносить кроме этого форму надо добавить csr так давайте посмотрим на то что у нас получилось а мы же view не подключили да я тороплюсь и пропускаю моменты вы меня извините если что поправляйте здесь я делаю return view какая у нас view films и передаем параметры что наш films это что films абсолютно верно обновляем страничку ну и вот наш Вася нажимаем отправить нас переадресовала на слэш с палочкой так давайте вернемся назад и глянем внимательно нашу форму теперь тоже интересный момент вот наша форма да обратите внимание здесь добавился input type hidden name delete я его кстати не туда вставил если вы обратили внимание я его доставить не в сам тег было давайте вернемся на view вот его надо было вставить в саму форму да вот сюда так а здесь метод надо указать пост то есть на самом деле шлется постом но имитируется delete понятна концепция теперь обновим страничку отправим ну и как видим мы попали уже на другую страницу и на самом деле мы попали на страницу удаления сейчас пока что у нас перерывчик да после перерывчика мы закончим объясните популярно зачем мы почему delete нельзя через h сделать объясняю протокол а html язык предоставляет всего два метода для форм это get и пост все нет 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 поменяем ссылка будет идти в никуда да я так думаю почему он мне пишет что delete использует не надо использовать ашку поставь delete а он не ругается на работу да то есть ашка не может быть delete никак а теперь ясно это просто ссылка просто ссылка это get запрос так а тут понятно все хорошо то есть мы выводим фирмы выводим кнопочку delete возле них я думаю вот здесь вот неплохо было бы написать value ну чтоб на ней написано было delete давайте уберу оп видим теперь они не записаны delete то есть можно будет удалять ну пока ничего не делается это мы с вами сделаем дальше прямо сейчас собственно говоря итак удаление тут мы идем подобным путем будем говорить так и выполняем db два двое источие delete к слову это я выполняю запрос просто к базе так к базе по умолчанию а что если я хочу к другому connection выполнить запрос поэтому я сразу покажу вот такой вариант connection то есть можно сначала поставить connection а потом уже метод через стрелочку вызывать и connection у нас будет соответственно в нашем случае mysql да просто как пример чтобы он у вас остался delete delete пишем запрос delete from films да where id равняется двоеточие id здесь указываем что id которое мы указали как параметр это у нас есть int версия от нашего id я думаю можно перенести на следующую строку чтобы все помещалось в экран после этого я делаю return redirect redirect куда обратно абсолютно верно вот такой вот метод получился теперь проверим тадам нету его нету кстати нету а на случай если нету ну в юшке ничего не написали правильно поэтому вот здесь вот где у нас empty мы делаем здесь тоже лишку empty list и я кстати не сделал по хорошему надо делать вот так да теперь у меня empty list то есть явно видно что мы там где надо да теперь сделаем форму добавления для этого внизу я делаю формочку которая будет стучаться на не поставил скобочки road какой add film так методом post внутри мы указываем csrf чтобы добавилось поле скрытое делаем здесь input type text name у него будет name абсолютно верно и input type submit для добавления наших филов и нужно давайте проверим нажатие на кнопочку да ту-ля-ля отправить мы сюда попали но здесь ничего не происходит так нужно сделать обработку иду в main controller где наш метод вот метод добавления фирма здесь мы делаем insert я делаю db два двоеточие insert и здесь мы указываем запрос insert into films я сделаю просто вот так set id равняется двоеточие id могу же я так сделать могу и сюда я скажу что name да правильно подметили правильно подметили а вот name такое слово которое лучше вот так сделать и соответственно что request правильно я думаю разнесем это на две строки то есть запрос и параметки вводит ну и после этого было return был return но получился request return redirect back вернули обратно проверим обновляем страничку видим добавился теперь труляля еще что-нибудь удаляется я думаю все достаточно просто это называется сырые запросы такой вот самый простой метод взаимодействия с базой данных который нам может дать Laravel естественно есть гораздо интереснее и сложнее но перед этим хочу вам рассказать про транзакции в Laravel есть два способа работать с транзакциями ну допустим у нас здесь не один insert был бы а несколько да там несколько технодействий мы делаем db два двоеточие begin transaction а заканчиваем транзакцию угадайте как а вот и неправильно commit это все мы берем в try в catch если у нас полетел exception какой-нибудь exception тогда мы делаем db rollback отмена транзакция это первый вариант здесь я покажу второй вариант это делается вот так биби два двоеточие транзакция и сюда мы указываем function который нужно выполнить в транзакции это немножко удобнее в плане использования он делает за нас вот эту всю грязную работу то есть он уже обвернулся в try catch начал begin перед выполнением вот этой функции по завершению сделал commit и все окей но проблема в чем у нас вот id не подхватился поэтому вот здесь мы пишем что мы будем use вот этот вот id да чтобы у нас не было проблем теперь я добавляю проверим что все по-прежнему работает удаляю все так же само работает все замечательно но теперь действия выполняются в транзакциях так что такое транзакции в базах данных что такое транзакция плохо транзакция это блок кода который выполняется по принципу все или ничего представляю еще раз ситуацию почему нам они вообще в принципе нужны допустим простая задача мы делаем перевод средств со счета одного пользователя на счет другого с первого списываем происходит ошибка второму не начисляется хорошо вообще замечательно правда другая ситуация мы регистрируем пользователя регистрируя его мы загружаем ему картиночку добавляем для него какие-то поля в других таблицах значения и так далее а потом только проводим добавление в базу самого юзера у нас валится само добавление картинка в базе остается дополнительные поля остаются хорошо тоже нехорошо согласны то есть подобные вещи нужно делать в транзакциях то есть если у вас больше одной операции вставки за раз сто процентов вы должны сделать транзакцию то есть внутри транзакции будет там масса запросов которые да если один не сработал все откатилось до исходного состояния и это правильно так и должно быть все откатятся до начального состояния в этом же суть транзакции и есть все или ничего и это важно это нужно так делать вот такой вот у нас первый собственно говоря способ работы с базой единственное что хочу еще показать есть базы хитрые например постграз если происходит ошибка у нее валится подключение а вдруг вам после ошибки нужно продолжить работу с базой поэтому есть возможность переподключиться гиби два двоеточие reconnect не понял не понял reconnect вообще странно ну давайте ради интереса оставим обновим это я куда добавил добавление или удаление неважно это работает факт тот что работает но не подсвечивает это переподключиться к базе сюда можно указать имя подключение в качестве параметра и есть дисконнект то есть если вам база больше не нужна вы хотите оптимизировать производительность потому что дальше у вас идут какие то задачи тяжелые и это будет сжать время запроса то есть смысл отрубить подключение к базе на данном этапе чтобы освободить собственно говоря базу подключить оно при каждом запросе создает новое подключение это PHP он живет в пределах одного запроса не забывайте за этот момент то есть каждый раз запускается это тоже такой вот важный момент который может вам в той или иной степени помочь но как я сказал это базовый способ работы давайте разберем более продвинутый который мне нравится больше называется он query builder то есть построитель запросов например чтобы выбрать данные мы можем поступить вот так а можем написать здесь debit table указать таблицу films и сказать из нее дай нам все пожалуйста красиво правда и знакомо и знакомо конечно же вы сомневались работает так же узнали как вы догадались здесь есть методы и wear и or wear и end wear и так далее опять же в документации это все есть так и называется по моему раздел query builder его обязательно почитайте посмотрите дома моя задача сделать вам такой вот краткий экскурс insert insert тоже себя может вести немножко по другому если мы здесь напишем table films тогда первый параметр здесь нужен он работает по такому же принципу как наш insert который мы с вами делали если вы помните да то есть он строит запрос на основе данных которые переданы вот сюда опять же я думаю это удобно проверяем все работает и это прекрасно ну и delete конечно же давайте сделаем красивый delete для этого я здесь сделаю я не сделал table 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 вот так вот так красиво а что самое интересное что он уже заточен под работу с id то есть можно не vr делать вот так а можно сделать просто вот так вот так какая прелесть правда вот такой вот собственно говоря у нас есть второй способ работы с базой и это очень круто обращаю внимание vr здесь на самом деле не меряно мы писали там только несколько разновидностей такие вот базовые вееры да здесь же все работает немножко по другому точнее например вот я хочу выбрать с веером использую здесь не просто веер а веер null то есть выбрать те записи у которых created да давайте разверну я не помню правильно created created так у которых эта колонка равна значению у нас все записи такие удобно да то есть у него есть какие-то заготовки которые позволяют нам уже что-то проверять и таких заготовок там достаточно много я думаю вы просмотрите попробуйте поиспользуйте да все то же самое у него есть order buy у него есть еще много чего интересного будем говорить так у него есть возможность сделать выборку частями если у вас большое количество записей для обработки для этого есть chunk chunk вы указываете сколько записей за раз и killback функцию для каждых следующих 100 записей она будет последовательно вызываться для первых 100 для вторых 100 для третьих 100 каким образом у вас все данные не будут сразу загружаться в память это экономит собственно говоря ресурс есть возможность выбирать всего одну колонку для этого есть планк и имя колонки вы указываете вместо get у вас будет массив значений по одной колонке и так далее и тому подобное то есть все обязательно просмотрите ничего там такого страшного тяжелого нету все очень читаемое очень простое и очень легко запоминаемое есть конечно же join достаточно простые здесь они здесь мы пишем join и вместе с ним сразу пишем условия соединения то есть как бы join и вы ну он на самом деле к этому join мы пишем сразу же в одном операторе то есть join табличка и дальше пошел как вверх очень просто очень легко читаемое считаю ну и очень понятно все то же самое с вверхом то есть если вам нужен мы делали вверх групп да здесь немножко хитрее здесь вверх есть в нескольких инстанциях если вы видите видите клажу можно передать туда то есть сюда можно передать function ну и здесь соответственно делать те же самые операции обращаю внимание здесь нет end вверх здесь вверх работает как end вверх то есть если он первый он просто вверх если он не первый в списке то он end вверх or вверх так же само просто or вверх скажите все так знакомо да и это хорошо что оно вам знакомо это значит что вы легко сюда адаптируетесь так откройте документацию опять же напоминаю где она лежит larawell.com заходим в documentation открываем раздел database и здесь вот query builder прям таки фактически сразу очень интересная штука на которую хочу обратить внимание здесь есть pagination очень классная штука то есть вы вот например делаете выборку paginate это сколько записи на странице потом передаете его в юшку как бы вот этих юзерсов которые вы выбрали как я сказал это коллекция это не просто массив а значит у него есть методы и вот собственно ой это не то это не то вот выводите вот такую штучку и он выводит панель навигации по странице внизу круто вообще никаких усилий для pagination вот такой вот интересный момент и достаточно много интересных возможностей про pagination мы еще отдельно поговорим то есть мы к этому вернемся после того как будем говорить про орм которая сюда встроенная тоже будет похоже чем то на нашу то есть мы тоже будем наследовать базового класса модели и тоже будем работать с этими вещами на данный момент теоретические аспекты я заканчиваю но озвучиваю ваше задание на видео открываю Trello то есть то что у нас было да о как раз кстати прямо на него замечательно а вот наша задачка да с вами то есть мы в прошлый раз говорили что ваша задача сделать просто глухой интерфейс как вы догадываетесь ваша задача расширяется то есть ваша задача научиться делать уже выборки из этого из базы данных и выводить их в интерфейс забить базу какими-то глухими данными пока что пока что только вывод если будете успевать и добавление я добавлю это как под задачу так вот эти вот апи которые на получение примечаю на получение должны отвечать обязательно то есть вы должны уже выдавать ответы таблицу users пока не трогаем как таковую миграции готовим но в нем for region key просто не ставим просто user id будет и вы по этому по этому критерию сможете выбирать по user id везде будете использовать user id единичку ну вы поняли концепцию да потом вы просто удалите все данные и добавите for region key в перспективе когда будем уже делать авторизацию и все будет замечательно я думаю эта задача вам более чем по силам и вы с ней прекрасно справитесь если не будете лениться конечно так 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 так